Здравствуйте! В эфире новости 1-го Карагандинского. В студии работает Динара Сартаева. Для начала, коротко о главном. Уралмана, приехавший на этническую родину, вынуждены вернуться в Монголию. Депутатский дозор. Народные избранники вновь вышли на дороги Караганды посмотреть, как выполняется капитальный и средний ремонт. Об этом расскажу вам я, Ирина Камышева. Ссора между родственниками и заключат квартиры закончилась убийством в поселке Киевка. В трехкомнатной даче проживает семья из 12 человек. Уралманы, приехавшие на этническую родину, вынуждены вернуться в Монголию. У семьи Жуматай нет ни прописки, ни документов, ни нормального жилья. Семья Жума из Монголии в Казахстан перебралась еще в 91-м году. С тех пор уралманы переезжают с места на место. Жилье семьи на сегодняшний день – трехкомнатная дача. В ней и живут 11 человек. Первое время мы жили в Павлодаре. В Караганду переехали 8 лет назад. Этот дом мы купили в прошлом году. Документы оформить никак не могу. Куда бы ни ходила, все отказывают. На попечении у Азеры не только ее племянница и братья. Также есть младшая сестра ее отца. 40-летняя Алтынгуль Токтаубай – инвалид с рождения. Она не слышит, не видит и даже не может разговаривать. Сейчас 30-летняя у Азера Жумая озабочена тем, чтобы оформить хотя бы инвалидность своей тети. «Чтобы оформить инвалидность, естественно, нужна прописка. У нас на руках нет ничего. Пенсию тети получаю я, потому что она ничего не видит». Кормилец в большой семье – супруг Азеры, который перебивается случайными заработками. Постоянную работу они найти не могут. Нет ни образования, ни прописки. А ежемесячная зарплата всего 40 тысяч тенге. Несчастная женщина не знает, кому доверять. Куда бы она ни ходила, двери для нее закрываются. «Все отказывают. У меня отец больной. Еще и тетя. Сами видите, беспомощная. Нам никто не верит. Но разве можно шутить такими вещами?» Главу династии, который достиг преклонного возраста, съемочная группа дома не застала. Со слов родных, Жумая Ага сниматься на камеру не захотел. К слову, мужчина неоднократно писал чиновникам о своем бедственном положении. В ответ на это в местном акимате заявляли, что в городе нет даже свободной земли для строительства дома. История, в которую попала семья Жумая, сегодня выглядит безнадежной. Все усилия многочисленной семьи уралманов стать полноправными гражданами Казахстана, судя по всему, могут оказаться напрасными. Ссора между родственниками из-за ключа от квартиры закончилась убийством в поселке Киевка. Об этом сообщили сегодня пресс-служба ДВД области. Сейчас в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Труп 29-летнего предпринимателя с ножом в груди был обнаружен 23 июня рано утром в одной из квартир по улице Манбаева в поселке Киевка. Полицейские по горячим следам задержали владельца квартиры, в которой было совершено убийство. 36-летний мужчина сразу рассказал полицейским, что в то утро к нему зашел его шлурин. Родственник стал требовать у зятя отдать ему ключи от столичной квартиры, но тот не согласился. Между мужчинами завязалась драка, в ходе которой 36-летний мужчина вонзил нож в грудь родственнику. В данное время ведется расследование. Сейчас человек, который совершил преступление, сидит в изоляторе, его обвиняют в убийстве. Шесть утонувших за прошедшую неделю. Спасательные службы бьют тревогу. Количество погибших на большой воде бьет все рекорды. Одно из ЧП произошло на озере Балхаш в районе бухты Шцарышаган. В 600 метрах от берега прокинулась лодка с пятью людьми. Четверо сумели доплыть до берега. 38-летняя женщина утонула. 22 июня в районе поселка Самарканд в реке Нура при спасении супруги утонул мужчина. Большая вода унесла жизни людей в Актасе и Саране. По словам спасателей, в местах, предназначенных для купания, будут усилены проверки и профилактические мероприятия. Основной причиной, конечно, всех случаев является несоблюдение техники, вообще правил поведения на воде. Установленных правил поведения практически все они отдыхали, купались в неустановленных местах для купания, непригодных для купания. Далее мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Девятое. Международная выставка технологий и оборудования для горно-металлургического комплекса и рационального использования недр. Майнинвик Казахстан 2013 с 26 по 28 июня. Караганда. Стадион «Шахтер». Телефон плюс семь. Семь два семь. Двести пятьдесят. Девятнадцать девяносто девять. Баянаул. Райский уголок казахстанской природы. Лес. Озеро. Чудесный отдых. А радоновая вода в озере Жасыбай сделает вас абсолютно здоровыми. Отдых вместе с Карлыгаш. Телефоны 42-42-15. 42-42-21. Депутатский дозор. Народные избранники вновь вышли на дороги Караганды. На этот раз проконтролировать ход среднего ремонта улиц города. Как обычно, без нареканий со стороны представителей депутатского корпуса не обошлось. Ирина Камышова вместе с народными избранниками смотрела, как ремонтируют значимые для шахтерской столицы дороги. До окончания ремонта дороги от ХМК до Голубых прудов осталось две недели. Большая часть трассы уже сделана. Сюда депутаты приехали в первую очередь. Здесь работает специальная ремиксирующая установка. Она разогревает и срезает старое покрытие. После чего дорогу выравнивают и укладывают свежий слой асфальта. Так надежнее и быстрее, говорят подрядчики, компания «Ремиксер». Темп работы намного выше. Здесь из-за того, что большая интенсивность автомобильного потока, по этой причине нужно будет чем быстрее пройти данный участок, тем лучше. Поэтому ремиксирование в данном случае нам выгоднее. Ремиксирующая установка, конечно, преимущество в укладке асфальта. Но только народные избранники отметили, что отсутствие геодезической службы скажется на качестве дорожного покрытия. Кроме того, подрядчики не наладили поставку асфальта. На этот участок его привозят со значительным опозданием. Средний ремонт прошел и по улице Гудырьмесская. Это уже третий визит депутатов на эту улицу. Асфальт уложили, а вот про проблемный съезд в 91-й школе снова забыли. Обещанный чиновниками ремонт так и остался на словах. Подрядчики «Улар-МК» к съезду не притронулись. Но после личного обращения депутатов обещали до 1 сентября проблему решить. Пока же компания рассказывает о проделанной работе. Средний ремонт входит. Это ямочный ремонт и выравнивающий. Потом идет крупнозернистый асфальт слоем 6 сантиметров. И 5 сантиметров верхний слой, мелкозернистый асфальт. Аналогичные работы прошли по улице Татимбета на юго-востоке. Сюда депутаты наведались тоже. В настоящее время, как вы видите, уложен нижний слой. Сегодня работы приостановлены в связи с погодными условиями. Общая сумма выделенных средств по итогам конкурса составляет 58 миллионов. Тем временем народные избранники нашли ряд недочетов на этом участке дороги, которые, ввиду отсутствия финансирования, в этом году решить так и не удастся. В первую очередь это ливнеприемники, ливневые канализации. Нужно их восстанавливать и чистить. И второе замечание – это бордюры. Так как после второго слоя вы видите, что граница между тротуаром и дорогой будет стерта. А вот дороги в центре города делают по европейским стандартам. Это улица Ермекова. Здесь используют щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь. Такую же, что на бульваре мира. Она на 20% дороже обычной, но пролежит дольше, говорят специалисты подрядной организации «Аградор». Сейчас подрядчики решают вопросы с хозяевами парковок. Они должны за свой счет установить бордюры и восстановить асфальтобетон до уровня, чтобы, естественно, вода не стояла, не скапливалась, и асфальтобетонное покрытие кромкой не разрушалось. Частично есть согласие, ну, в процентном соотношении это 70% согласны. Остальные 30, скажем так, пока еще в раздумьях. Акиматам будет принято решение, об этом говорилось раньше на совещании, они будут ликвидированы, то есть мы полностью закроем парковку и пройдем прямо бордюры. ШМА покрытие проложили по улице Бойнов-интернационалистов. Здесь также установили гранитные бордюры и технический тротуар. К среднему ремонту этой дороги у депутатов нареканий не возникло. По итогам выездной комиссии народные избранники направят ряд рекомендаций в исполнительные органы. Первый главный вопрос, который – долговечность нашего покрытия. У нас через 3-4 года начинаются уже появляются трещины, появляется это, и уже на пятый год уже необходим капитальный ремонт. В ближайшее время сессия даже областного мастер-хата будет снова уделяться, будут дополнительные деньги. Это особенно Бухаржрау. Это наше лицо города, и поэтому, я так думаю, это будет, как говорят, одним из тоже красивых не только улиц, но и дорожного покрытия. Ирина Камышова, Турегин Рашидов, Маракултенов, Первый Карагандинский. Чиновники отчитались о реализации программы «Доступное жилье 2020» в регионе. Какие имеются недочеты и как с ними бороться, это обсуждали накануне в областном Акимате. О том, когда население сможет получить заветные квадратные метры от государства, в следующем репортаже. Более тысячи квартир ввели в эксплуатацию за последние полгода в регионе. По всем источникам финансирования на жилищное строительство направлено свыше 6 миллиардов тенге. «Доступное жилье» в области набирает обороты, но не так, как хотелось бы. Есть ряд недостатков. Вот, к примеру, квартиры по линии «Жилстройсбербанка» получают совсем не те, кто в жилье нуждается. По информации, в очередь на квадратные метры встают граждане, которые попросту хотят инвестировать деньги в недвижимость. А это явное упущение банка, реализатора госпрограммы. «Надо, если вы спешите, программа для этого сделаешь. Мы для программы хотим решить вопрос тех, именно пустых очередей. Пожалуйста, сегодня вот, что наши актеры сдадутся от 34-16 домов, кто его получит? Вы проанализируйте». Кроме того, глава региона отметил, что недостаточно ведется контроль за качеством строительства на частных объектов. Проблемой является и культура строительных работ. Ее попросту нет. Не везде устанавливаются ограждения, освещение строящихся объектов и предупреждающие знаки. По итогам заседания Акимата было принято развернутое постановление. Исламские принципы в банковском деле. В Караганде впервые заработал совместный пилотный проект Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства и Исламского банка развития. Уже есть первые обоюдовыгодные результаты по кредитованию сельчан. Не каждое фермерское хозяйство рискнет оформить кредит у банка второго уровня. Условия жесткие, да и проценты достаточно высоки. Исламский банк развития предоставляет фермерам кредиты на приобретение сельхозтехники, навесного оборудования, автотехники под малый процент. 9,5. Очень заманчивый процент. Соблюдая исламские принципы, а ростовщичество сюда не входит, этот процент называется надбавкой к стоимости. Тем не менее, откуда берутся средства на заем? Согласно договору Исламского банка развития и Фондом финансовой поддержки сельского хозяйства, деньги выделяются последним на нужды развития аграрного сектора. С начала года было выделено около, ну, было реализовано 5 тракторов, один пресс-подборщик, вот сегодня вы видите, была реализация автомашины марки «Газель», «Некст». Вот, в этом году было выделено 94 миллиона, сейчас идут работы по освоению этой суммы. Виталий Сушко, глава крестьянского хозяйства «Надежда» Бухаржираусского района Туздинского сельского округа, взял в кредит грузовую «Газель «Некст». Новый товар на рынке Казахстана под стать новой банковской услуги. Продавец доволен от продажи, новая «Газель» стоит чуть больше 4 миллионов тенге, покупатель рад приобретению необходимой в хозяйстве машины. Банк приобрел еще одного клиента. У нас подкупило проценты, очень хорошие 9,7, плюс очень выгодные условия. Это возможность осрочки первой выплаты на год и поэтапная выплата, там, раз в месяц, раз в квартал, раз в полгода. Это очень удобно, потому что в сельском хозяйстве прибыль бывает сезонная, и нам очень удобно. Кредитная база у Исламского банка развития достаточно широка. Для нужд крестьянских хозяйств существует ряд привилегий. Главное – поэтапный платеж в течение четырех лет. На такой срок может быть выдан кредит. Если в хозяйстве накапливается необходимая сумма для внесения очередного взноса, его можно оплатить заранее, что приветствуется банком. Исламские принципы в банковском деле могут оказать очень серьезную помощь сельчанам. Сергей Высокосов, Марат Кутенов, Первый, Карагандинский. Казахстанские вузы открыли свои двери для будущих студентов. С 20 июня проходит прием документов с заявлениями на получение государственно-образовательного гранта. Своих абитуриентов ждет и Карагандинский государственный университет имени Букетова, который по праву называют главным вузом области. За пять дней работы приемной комиссии свои документы подали более ста абитуриентов. У выпускников есть возможность без проблем учиться в университете, даже если они не набрали нужное количество баллов для присуждения образовательных грантов. Тогда абитуриент должен выбрать творческую специальность. При этом учиться он может на бесплатной основе, говорят представители приемной комиссии Каргу. При условии, если в сертификате о сдаче ЕНТ, отсутствуют неудовлетворительные оценки. С 20 июня 2013 года Каргу имени Букетова начало прием документов от абитуриентов на комплексное тестирование. А также с 20 июня этого года мы принимаем документы от абитуриентов, прошедших единоциональным тестированием. Желающих получить хорошее образование много. Каждому поступающему приемная комиссия предоставляет перечень всех факультетов и специальностей. Специалисты подробно рассказывают об университете и возможностях, которые молодые люди могут получить благодаря знаниям, полученным именно здесь. Без пяти минут студентка Каргу Айажан Сирикхан хочет стать экологом. Она уверена, с выбором вуза не ошиблась. Девушка гордится, что уже в сентябре сможет стать учащейся престижного учебного заведения. Я знаю этот университет не понаслышке. Здесь учится моя сестра. Каргу очень перспективное высшее учебное заведение. Я подала документы на эколога. Думаю, что в будущем стану хорошим специалистом. Каждый год Каргу выпускает качественно подготовленных специалистов. Этот год не стал исключением. Амина Смакова, Карат Рашидов, Марат Култенов. Первый Карагандинский. Карагандинский машиностроительный консорциум будет оказывать содействие в обучении специалистов технического профиля. Соответствующее соглашение было подписано сегодня между консорциумом и областным акиматом. В соответствии с меморандумом консорциум будет оказывать содействие в обновлении материально-технической базы вузов, техлицеев и колледжей. Кроме того, Карагандинский машиностроительный консорциум будет принимать участие в формировании госзаказа по профессиональной подготовке кадров в соответствии с потребностями рынка труда. Также в рамках подписанного договора на предприятиях машиностроительной отрасли студенты без проблем смогут проходить производственную практику, а преподавательский состав повышать квалификацию. Нам нужен необходим специалист среднего уровня технического профиля образования, который уже придя к нам на заводы, мог не просто сидеть и смотреть, а он готов работать. Для этого нужно профессиональное современное оборудование. Высокое качество и лидерство в образовании. Впервые в Казахстане в Назарбаев интеллектуальных школах была применена новая система конкурсного отбора. В Караганде уже стартовал конкурс на отбор учащихся в седьмой классе Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления для обучения в 2013-14 учебных годах. За последние пять лет приема учеников в Назарбаев интеллектуальные школы подобная система тестирования применяется впервые. Для ее разработки был учтен международный опыт ряда стран – это США, Великобритания, Австралия, Нидерланды. Конечно, новое тестирование сочетает в себе лучшие казахстанские традиции современной образовательной системы. В ранее существующей системе тесты были ориентированы на определение уровня знаний и только частично на умение их применять. Сейчас тесты направлены и на выяснение уровня знаний, и умение их применять, и на оценку функциональной грамотности, способности к изучению естественно-математических наук, что немаловажно для обучения в интеллектуальных школах. «Хочу высказать комплимент карагандинской школе. Спланировано все очень хорошо. Все дети будут на равных участвовать в тестировании, что очень важно. Моя миссия наблюдателя – чтобы все дети получили одинаковые условия, чтобы система была прозрачна, чтобы каждый из участников тестирования понимал свои задачи. Интеллектуальные школы Казахстана сравнимы с топовыми школами Западной Европы, нацеленных на одаренных и талантливых детей». В тестовых вопросах используются различные жизненные ситуации – графики, рисунки, диаграммы. Вопросы в тестах ориентированы на логическое мышление, умение работать с цифрами, на способность мысленно выстраивать трехмерные объекты и измерение зрительной памяти. Вопросы по языкам направлены на работу с текстом, а не на проверку правил грамматики. Все новое воспринимается настороженно. «Сегодня в нашем городе открылась Назарбаев интеллектуальная школа, которая даст возможность нашим детям в будущем представлять Казахстан как конкурентоспособной страной в мире. Я испытываю сегодня волнение и гордость за то, что мой ребенок сегодня поступает в эту школу. В будущем добьется очень хороших результатов только благодаря этой школе». Конкурсный отбор проходил два дня и включал в себя два комплексных тестирования. Результаты будут известны через пять недель после окончания второго дня тестирования. Ребятам и родителям придется все это время немного поволноваться. «Я хочу учиться в Назарбаев интеллектуальной школе, чтобы получить достойное образование и построить себе благоприятное будущее. Наш президент Нурсултана Абишевич Назарбаев дал нам эту возможность, и мы должны оправдать его ожидания». Далее новости спорта. С ними вас ознакомит мой коллега Берик Апаров. Здравствуй, Берик. Здравствуй, Динара. Караганинский шахтер узнал своих соперников в Лиге чемпионов. Эти и другие новости через пару секунд. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Компания Galaxy Group вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это Алюгал. Вчера в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка предварительных раундов Лиги Чемпионов и Лиги Европы УЕФА. По статусу действующий чемпион Казахстана начинает выступление со второго квалификационного раунда Лиги Чемпионов, где по итогам жеребьевки карагандистский шахчер встретится с белорусским Батэ. Жребий, прямо скажем, не самый удачный, но это Лига Чемпионов. Поддержим нашу команду. Казахская народная игра Ассыкату или Алтынсака набирает все большую популярность среди молодежи. Агентство туризма и спорта Республики Казахстан и местное управление спорта всячески способствует популяризации этого национального вида спорта. В Караганде завершился очередной большой турнир по Алтынсака. За последние полгода это уже третье массовое первенство по этому виду спорта в нашем регионе. Десятки любителей и профессионалов в игре Асики соревновались за звание лучших во дворце спорта имени Нуркиана Абдирова. В последнее время в Республике очень популярно стало именно национальные виды игры, как Ассыкату, Алтынсака. Сегодня тоже у нас проводятся мероприятия именно по Токускомулаку и Ассыкату. Все больше людей в нашей областной спортивной школе по кону виду спорта дети записывают на секции по Ассыкату. На спортивной базе стадиона «Шахтер» завершился городской турнир по стритболу. Это не самый распространенный в нашем регионе вид спорта. С каждым днем собирают все больше спортсменов в своей ряды. И такие турниры, как ничто другое, способствуют популяризации этого вида спорта. Стритбол зародился в прошлом веке на улицах Нью-Йорка, где далеко не всегда баскетбольные поля были должного качества. И тогда одного ветхого кольца на стене дома было вполне достаточным местным ребятам. Две команды по три человека, одно кольцо и море эмоций. Вот главный составляющий этой игры. Сегодня прошли городские соревнования по стритболу среди молодежных спортивных клубов. Цель этих игр – привлечение молодежи к занятиям спортом и выявление лучших молодежных команд. На этом у меня все. Занимайтесь спортом. Наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, вы можете позвонить к нам в редакцию 4206-49. Всего доброго. До свидания. Аман, сау болонзу дар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова